В эфире Народного телевидения «Хибины» программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! В Апатитах на пересечении улиц Жемчужная и Гладышева столкнулись два автомобиля. Два человека получили травмы. Одну из пассажирок пришлось вырезать из искореженной машины. На месте этого происшествия работала и наша съемочная группа. Рено и БМВ столкнулись в понедельник около 9 часов вечера. Оба автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. БМВ двигался в сторону выезда из города. Логан поворачивал от бывшего птичника на промплощадку. Удар пришелся в правую сторону Рено. Женщина, находившаяся на пассажирском сидении, оказалась зажатой в машине. Чтобы ее достать, городским спасателям и пожарным 31-й части пришлось разрезать автомобиль. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Водитель БМВ, заработавший при столкновении перелом руки, ехать в лечебное учреждение отказался. Вы в автомобиле один находились? Да. Это вы пострадали мимо? Да. Виновным в аварии признали водителя Рено. За то, что водитель автомобиля Рено Логан СТП не уступил дорогу водителю автомобиля БМВ, он привлечен к административной ответственности. Не исключено, что жесткое ДТП повлечет за собой и возбуждение уголовного дела. Это будет зависеть от тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими в аварии. Два необычных ДТП произошло в минувшие выходные в Кировске. Один водитель попытался обмануть инспектора в ДПС, а другой водитель просто взял и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Все подробности узнаете прямо сейчас. В ночь с пятницы на субботу на проспекте Ленина, неподалеку от дома номер 9, Мазда 6-й модели разодрала бок при паркованной «Шевроле Ниве». Когда к месту ДТП прибыли инспекторы ДПС, их встретила семейная пара из Перми. Дама заявила, что в момент аварии за рулем была она, но когда ей указали на камеру видеонаблюдения, созналось, что машиной управлял супруг. Мужчина выглядел откровенно нетрезвым. Сделать выдох в алкотестер у него получилось далеко не с первого раза. Дуйте. Что дуйте? Прибор продувайте. Павел Андреевич, вы продувать будете? Буду. Дуйте. Ты че так ломка, а? Алкотестер нашел в литре выдыхаемого воздуха без малого миллиграмм паров этанола. Однако водителя такой расклад не устроил. Вы с Виталией согласны? Нет. Не согласны? Не согласен. В больницу поедете? Поеду. Дежурного врача, имеющего лицензию на право медицинского освидетельствования, в ЭКЦГБ той ночью не оказалось. Поэтому инспекторам ДПС пришлось отвезти водителя в больницу Мончегорска. Там медицинский прибор показал аналогичный результат. Примерно миллиграмм паров этанола в литре воздуха. В отношении данного водителя был составлен административный материал, направлен в мировой суд для принятия решения по факту управления данным транспортным средством в состоянии опьянения. А вечером 25 ноября неподалеку от дома номер один по улице Кондрикова на регулируемом перекрестке случилось ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. Водитель легкового автомобиля не стал дожидаться инспекторов ДПС и сразу же удрал с места аварии. Теперь его ищут. На экранах вы видите номер телефона, по которому нужно позвонить очевидцам, тех, кто увидел происшествие, и сообщить подробности о случившемся в целях розыска водителя транспортного средства. Ни водитель, ни пассажиры автобуса травм в этом ДТП не получили. Апатитские полицейские вычислили и задержали женщину-курьера, которая забирала деньги у облопошенных мошенниками пенсионеров. Как это было, узнаете прямо сейчас. Ни для кого не секрет, что доверчивых северян обманывают жителей других городов или даже других стран. Но когда пособниками дистанционных мошенников становятся свои же местные, это выглядит особенно дико. 43-летняя жительница Апатитов, прежде чем ее задержали, успела обобрать несколько человек. В уголовном деле 4 эпизода. Установлено, что потерпевшим по расследуемым преступлениям звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции, сообщали им ложные сведения о том, что якобы их родственник, то есть родственник потерпевших, попал в ДТП. По его вине пострадали люди, и для того, чтобы родственнику избежать уголовного преследования, потерпевшим необходимо заплатить деньги на операцию пострадавшим в результате ДТП лица. Дальше все по отработанной годами схеме. За наличными деньгами приезжает курьер. Мы уже неоднократно рассказывали, что таких курьеров полицейские вычисляют всегда. Так получилось и в этот раз. Была установлена личность 43-летней местной жительницы, которая в ходе допроса пояснила, что в конце октября в социальной сети ВКонтакте она увидела объявление примерно следующего содержания. Требуется сотрудник в компанию, который занимается транспортировкой денежных средств. Все легально, заработная плата 10 тысяч рублей в день. Сама апотечанка, к слову, прекрасно понимала, у кого и для кого она забирает деньги. Со слов обвиняемой, как она поясняет, она, обнаружив в переданном ей пакете денежные средства, подумала о том, что, вероятно, она участвует в чем-то незаконном и что, скорее всего, перед тем, как ей передали деньги, потерпевшую обманули. Но жажда легкого заработка преодолела в ней желание вернуться к потерпевшей и уточнить, по какой причине потерпевшая ей передала деньги. Теперь даму, нашедшую себе криминальную подработку, впереди ожидает суд. О том, чем закончится рассмотрение уголовного дела, мы обязательно расскажем зрителям Народного. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Продолжение следует...